Как-то несколько недель тому назад, я уже не помню до конца, что были за обстоятельства, чтобы в деталях об этом рассказать, но чем-то мы были заняты, были какие-то обязанности, мы только приехали из дальней поездки, и надо было решить много вопросов. И в какой-то момент я отреагировал слишком эмоционально в адрес своей супруги. Я красиво сказал, правда? И вы знаете, прошло пару минут, я начал анализировать, вот почему это произошло. Почему так случилось? Мы с ней живем уже достаточно долго, 29 лет было недавно. Мы научились решать очень многие вопросы. Уже давно ушли те конфликтные ситуации, которые могли приводить к каким-то бурным эмоциям. У нас вообще никогда такого не было, чтобы мы там не говорили несколько дней, потому что мы поссорились. Но все равно период притирания, формирования общей семейной, общей картины семейной, он был, как и в жизни, наверное, каждой семьи. У кого-то он проходит более бурно, у кого-то более гладко. И поэтому мы уже, ну то есть, слава Богу, мы научились давно строить хорошие отношения. Но вот время от времени что-то такое все равно происходит. Я же очень хорошо понимаю, что я, как муж, как отец, я всегда должен быть примером для своих родных и близких. И я больше скажу, не то, что слово «должен», мне хочется. Мне приятно, когда моя семья счастлива, когда мои дети радуются. Хотя еще много чего надо поменять в моем характере для того, чтобы я не допускал каких-то ошибок, за которые потом сожалею. Я думаю, что каждый из нас, в принципе, понимает, что мы призваны в этом мире быть светом и солью. Да, вы помните эти библейские слова, выражения, которые Христос использует? И как свет, он приносит радость, счастье, он приносит жизнь вместе с собой, он исцеляет тоже. Точно так и наша с вами жизнь, она должна быть вот такой для тех, кто нас окружает. Как соль, она сохраняет от порчи, она придает вкус и тоже используется в лечениях. Точно так же и наша жизнь, она должна приносить счастье и радость. Она должна давать или привносить вот этот вкус в хорошем смысле этого слова в жизнь. Но как часто так бывает, что вместо того, чтобы наши слова исцеляли, они наоборот ранят. Или вместо того, чтобы наши слова приносили радость, чтобы они приносили надежду, они могут приносить разочарование. Повторюсь, когда что-то подобное происходит в нашей с вами жизни, мы сразу же начинаем искать ответ на вопрос, почему это произошло. И вы знаете, первое, что пришло мне в голову после того момента, который я вам сказал, что вот если бы она отреагировала по-другому, то и я бы повел себя по-другому. Заметьте, мы склонны искать причину каких-то неправильных эмоций, или может быть слов, или может быть действий. Мы склонны искать причину всему этому, скорее всего, в обстоятельствах, которые сложились. Или может быть мы были уставшие слишком, если бы я не был так измучен работой, то я бы себя точно так не повел. И эти слова точно бы не сорвались из моих уст. Мы ищем причину в других людях, если бы они повели себя по-другому, если бы мои работники более качественно выполнили работу, или мои дети вели себя чуть по-другому, то я, конечно, бы себя так не повел. И эти слова, конечно же, бы не сорвались из моих уст. Просто обстоятельства вокруг нас такие, а не мы такие. Слышали такое выражение? Это жизнь такая, а не мы такие. Но на примере одной иллюстрации я хочу попробовать разобраться с этой темой чуть глубже. Хотя тема, она вообще не нова, и я уверен, что то, о чем я сегодня буду говорить, оно всем нам очень хорошо известно. Но время от времени нам об этом нужно напоминать. Самим себе в первую очередь напоминать. Потому что если мы находим неправильный корень проблемы, то и решения правильного этих проблем мы не найдем. Нам нужно напоминать о корне тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей с вами жизни. Есть у кого-то дома такой инструмент? Очень удобный. У меня тоже есть, но это не мой. Я свой забыл сегодня взять утром. Поэтому пришлось срочно просить родственников, чтобы они принесли свой. Это такой пресс, который их очень хорошо выжимает сок. Из цитрусовых или из гранат и так далее. Хочу вам задать вопрос. Ну, видите, да, что это такое? Это апельсин. Хочу вам задать вопрос. Если я этот апельсин сейчас разрежу, а я его разрежу, и помещу в этот пресс, как вы думаете, какой сок пойдет из этого апельсина? Апельсиновый? Вы уверены? Точно не яблочный, не ананасовый, не клубничный. А может, для того, чтобы пошел из него другой сок, надо просто посильнее нажать? И если нажмем посильнее, то сок пойдет другой. Детский вопрос, правда? Как бы мы сильно ни жали, из этого пресса пойдет только апельсиновый сок. Почему? Потому что чем наполнен вот этот фрукт, то из него и пойдет. Согласны? Чем наполнен этот фрукт, то из него и пойдет. Если кто-то из детей захочет попробовать в конце, можете подойти. Фреш, свежевыжатый. Эта иллюстрация говорит нам о том примере, который Иисус Христос оставил нам на страницах Священного Писания еще тысячи лет тому назад. Евангелие от Луки в 6 главе 43 по 45 стихе написано следующее. «Хорошее дерево не приносит плохих плодов. И плохое дерево не приносит хороших. Так что каждое дерево узнают по его плодам. Ведь не собирают же с терловника инжир или с колючего кустарника виноград. Из хранилища добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь на языке у человека то, чем наполнено его сердце». Другими словами, если опять вернуться к этой иллюстрации, беря во внимание слова Иисуса Христа, «Если мы, этот апельсин, а этот пресс – это наша с вами жизнь, то какой бы сложной она ни была, какими бы тяжелыми не были бы обстоятельства, как сильно они бы не надавили на нашу с вами жизнь, если мы наполнены светом, то под давлением этого пресса всегда будет выходить свет. Но если мы наполнены тьмой, то чем больше будет давления, тем больше единственное, что будет выходить из нас – это тьма». Знаете, что интересно? Иногда Бог использует вот этот жизненный пресс для того, чтобы выдавить из нас все плохое. Иначе другого способа нет. Но вы же понимаете, если стакан полный, для того, чтобы в него еще что-то налить, надо сначала вылить то, что в нем уже есть. И Бог использует, повторюсь, этот пресс для того, чтобы выдавить все плохое, чтобы у него появилась возможность наполнить этот сосуд моей и вашей жизни чем-то добрым. А иной раз Бог использует этот пресс для того, чтобы проявилось то доброе в нашем сердце, что есть, чтобы другие люди это увидели и сказали «Вау! Как он справился с этими обстоятельствами! Как он не разуверился! Как он смог так отреагировать переживая такие сложные моменты в своей жизни? Но я думаю, главный вопрос при всем таком или при всех этих обстоятельствах состоит в том, каким же образом это работает в нашей с вами жизни. Каким образом мы можем наполняться тем светлым и добрым для того, чтобы при любых обстоятельствах с наших уст сходили только добрые слова, а с наших рук только добрые дела? Я говорил об этом, мне кажется, это был мужской кемпинг, мы коснулись этого вопроса. С того момента, как началось, давайте начну чуть дальше. я родился не в адвентистской семье. Я родился в простой, православной семье, в хорошей семье с точки зрения мира, который нас окружал. Но все же эта семья не была лишена тех моментов, которые как раз связаны с жизнью, которая их окружала. Еще тогда, когда я жил, нецензурная речь в присутствии детей не употреблялась. На телевидении ее не могло быть, потому что была очень сильная цензура, за этим всем следили. Это было очень низко, если кто-то высказывался, используя нецензурную речь. То есть это была речь алкоголиков каких-то там ну там низшего уровня. Я не хочу сейчас обидеть слесарей и строителей, но в нашем мире это была речь слесарей и строителей и людей вот кто занимался таким видом деятельности. Но я повторюсь еще раз, даже если мои родители, там их друзья, компания собирались, если дети были и в их присутствии, то, все, ты что? Тут дети. Нельзя так выражаться. Но мы-то дети все равно где-то краем уха проносилось вот какие-то там словечки острые. И были, конечно, семьи, где не сильно за этим всем следили, поэтому некоторые дети намного лучше знали всю эту речь, лексикон и весь словарный запас в этом направлении. Поэтому мы дети, которые хотели как можно быстрее повзрослеть, понимали, что если ты используешь нецезурную речь, ты крутой, ты прям взрослый сразу, и тебя все должны уважать и так далее. Поэтому в нашем детском возрасте, в нашем словарном запасе эта речь появлялась достаточно быстро. Мы не говорили и не использовали эти слова в присутствии родителей, потому что мы же понимали, если родители говорят, что это нельзя в присутствии детей, то, наверное, это нельзя детям в присутствии родителей. И сегодня, когда я там натыкаюсь на какие-то видео, где ребенок нецензурно выражается и это выставляют в интернет, и там кучу лайков, и из этого смеются, то в наше время так не было. Но все же, по мере того, как мы становились взрослее, эта речь, она все больше в обиходе нашей жизни была. потом в моей истории жизненной сложилось так, что я в 14 лет оказался в воинской части воспитанником военного оркестра. И 24 часа в сутки, 6 дней в неделю я был в армии. Если кто-либо когда соприкасался с музыкантами, которые, ну там, профессиональные музыканты, то я вам скажу, что там без нецензурной речи вообще общения не бывает. И там есть еще свои, свой лексикон, еще свои слова, которые тоже, наверное, никто другой не поймет, но по большей степени они все нецензурные. Поэтому годам к 16, когда я впервые познакомился с, ну, близко с адвентистами или с адвентизмом, я уже знал запас весь всех этих слов и в музыкальной отрасли, и в строительной отрасли, потому что мой папа был строителем, и это моя первая профессия, с которой я столкнулся в своей жизни и так далее. Но в 16 лет я, как уже сказал, столкнулся с адвентистской церковью, с адвентистами. И вы знаете, что меня удивило в первую очередь? Там никто не использует нецензурную речь. Месяц. Я приехал как раз из армии в отпуск, и месяц я посещал все их, ну, там, при определенных обстоятельствах, я посещал все молодежки, репетиции, изучение Библии, я ходил по субботам на богослужения. И когда я через месяц вернулся в воинскую часть, ребята не могли понять, что со мной произошло. А единственное, что произошло, я перестал использовать нецензурную речь в своем разговоре. Просто из-за того, что я месяц пообщался с людьми, которые не использовали эту речь, это где-то ушло туда, на задний план. Ну, как написано, да, плохие общества развращают добрые нравы, и оно работает в другом направлении тоже. Если ты в хорошем обществе, то ты приобретаешь хорошие качества в своей жизни. И с того момента, друзья, как я начал посещать церковь, потом принял крещение, за эти годы моей жизни нецензурная речь ушла очень далеко. И даже если я когда-либо ударил бы себя там по пальцу случайно, или там спотнулся и сорвал ноготь в ноге, или еще что-то, я никогда с моих уст не срывал с нецензурные слова какое-то. Потому что я перестал так общаться. И я перестал общаться с людьми, которые используют эту нецензурную речь. Оно ушло. Притом так далеко, что даже в сложных моментах жизни эти слова у меня не прорезались. Но когда два года тому назад в Украине началась война, мы все начали следить за событиями, которые там происходят. Потому что для нас это близко, для нас это больно, это нас касается, особенно тех, кто родом из Украины. Мы, конечно, за этим всем следили. И в силу того, что соцсети очень сильно развиты, то в телеграм-каналах появились видео, которые были сняты прямо на передовой. Вот, как там солдаты воюют, ранят и так далее. И если кто-то из вас смотрел эти видео, а может кто-то смотрит по сегодняшний день, то вы, наверное, заметили, что в этом видео очень много нецензурной речи. сначала это мне очень резало ухо. То есть я смотрел, как только доходил до этого момента, я это выключал. Потому что, ну, для меня это уже очень неестественно. А потом через какой-то отрезок времени я уже перестал выключать эти видео из-за нецензурной речи. Ну, я просто понимал, что, окей, ну, ребята так общаются, они что не знают и так далее. И я заметил, я начинаю к этому привыкать. Я начинаю к этому привыкать. Вы знаете, я в какой-то момент этого испугался. Потому что я понял, что чем больше я смотрю этих видео, чем больше я слышу этих слов сначала на уровне мысли, а потом, возможно, очень скоро и на уровне общения это слово или какое-то из них оно может выйти наружу и из моих уст тоже. Принцип очень простой. Принцип очень простой. Я сегодня прочитаю только несколько мест из Священного Писания. Тут не о чем много говорить, но я очень хотел бы, чтобы мы об этом очень хорошо помнили. Христос говорит в Евангелии от Иоанна 15 глава с 1 по 5 стихи. «Я истинная виноградная лоза, а мой отец виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду у вас. Ведь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете ничего делать. То есть суть того, чтобы в нашей жизни были добрые плоды, состоит в том, что мы должны быть на этой лозе, которой является Иисус Христос. Если мы находим время для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы размышлять над своей жизнью во свете этого Священного Писания, если мы находим время для того, чтобы молиться, если мы приходим в общество людей, которые поклоняются Богу, и у них те же цели, те же намерения, то очень скоро в нашей жизни начнут появляться плоды. Как я уже сказал о моей жизни, начала уходить нецензурная речь, и появляться новые слова, то есть я же должен был чем-то заменить те нецензурные слова, и у меня начали появляться новые слова, с помощью которых я мог изъясниться, выразить глубину свои мысли. Понимаете? И все это благодаря тому, что я оказался в кругу людей, или в руках с книгой, которая открывала мне волю Божью. Христос говорит, если слово мое пребывает в вас, то вы уже очищены, то есть это слово начинает вас очищать. Но есть еще один отрывок из Священного Писания, который мне очень нравится вот во свете сегодняшней темы. Евангелие от Луки 11 глава с 34 по 36 стихи. Лука говорит, или вернее он цитирует слова Иисуса Христа, твой глаз светильник твоего тела. Если твой глаз ясен, тогда все твое тело полно света. Если же у тебя дурной глаз, то и все твое тело темно. Так что смотри, не тьма ли тот свет, который внутри тебя. Итак, если все твое тело полно света, и в нем нет ни одной темной части, то оно все будет светло, как бывает, когда светильник освещает тебя сиянием. Другими словами, если ты смотришь на свет, то свет будет наполнять всю твою сущность. Но если ты смотришь на тьму, то тьма начнет тебя наполнять. Вот какой пример приносит нам Священное Писание. Принцип очень простой, или вывод очень простой. Послание к филиппийцам 4 главе 8 стихе Павла говорит, и наконец братья, размышляйте о том, что истина, благородна, справедлива, чисто, что приятна и восхитительна, о том, в чем есть добродетель и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Принцип очень простой, вывод очень простой. Но хочу сказать вам одну деталь. В выше переведенном тексте, там, где речь идет о тьме и свете, тут было сказано, «Из хранилища добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит зло из хранилища зла». То есть, оказывается, есть хранилище добра и есть хранилище зла. Ну, тут образно сказано, что это сердце наше, да? А может такое и быть, что в одном сердце есть и хранилище добра, и хранилище зла? Кто-то мог бы сказать, что нет. И знаете, Священное Писание говорит, что может ли из одного источника течь и горькая вода, и сладкая вода? В природе так не бывает. Правда? Но есть какие-то вещи, которые противоестественны. Или я по-другому скажу, они искусственны в этом мире. К примеру, вы видели дерево, на котором растут и яблони, и груши? Видели, правда? надо? Да, просто на один столбур украинскую, да, крону, прищепили на одну ветку яблоню, хотя это была груша изначально. И вот это дерево приносит и яблони, и груши. Но в природе такое может быть само по себе? Нет. Это может быть только искусственно создано. в природе так не бывает. В природе из источника сладкого течет сладкая вода, а из горького течет горькая вода. Изначально, когда Бог нас создал, Он нас создал, чтобы мы были источником света. Но, к сожалению, искусственно дьявол приносит в то место, где должен был быть только свет, Он приносит и тьму. Вы помните, апостол Ильян, обращаясь к народу израильскому, говорит, как долго вы будете хромать на оба колена? Если Ваал есть Бог, ну, тогда поклоняйтесь Ваалу. А если Бог Егова или живой Бог есть Бог, ну, тогда поклоняйтесь Ему. Определитесь уже. О чем это говорит? Это говорит, что, оказывается, у них в доме, ну, условно скажу, да, у них в доме был и жертвенник для Ваала, и жертвенник для Бога. Это же, похоже, мы читаем о жителях Самарии, помните? После переселения, когда их начали там львы, ну, дикие звери уничтожать, они сказали, что мы, наверное, не знаем законов Бога этой земли, поэтому попросили царя медоперсидского, чтобы прислали туда священника, прислали туда священника, он им рассказал, ну, священника иудейского, он им рассказал, как нужно поклоняться Богу, но они решили, что окей, мы будем и этому Богу служить, и своим Богам будем поклоняться. Повторюсь, это то, что есть противоестественно, но это есть, друзья, и когда мы говорим о нашей жизни, о нашем характере, о нашем поведении, то, к сожалению, из одних и тех же уст могут срываться порою слова благословения, а порою слова проклятия. Означает ли это, что мы с этим должны смириться? Ну, потому что, ну, вот так, теперь, раньше, конечно, было не так, но теперь оно вот так. Я хочу вам задать вопрос, вы думаете, я забыл всю ту нецензурную лексику, которую я знал до 16 лет? Я прям не знаю значения этих слов? Да нет, друзья. К сожалению, вопреки тому, что все наше тело каждые 7 лет, оно меняется, а или обновляется, мозг не обновляется. Может, это и хорошо, потому что мы бы обнулялись каждые 7 лет, но, с другой стороны, это и плохо, потому что все то, что ты слышал в раннем детстве, и хорошее, и плохое, оно будет с тобой на всю твою жизнь. Оно будет на всю твою жизнь. Я говорю, большое преимущество имеют те дети, которые родились в верующих семьях, которых не отложилось в сознании что-то, что пришло со мной из мира. Меньше есть тех проблем, с которыми им нужно бороться внутри самих себя. Но то, что пришло со мной, оно переследует меня всю мою жизнь. И единственная причина, как я могу побеждать, это, как тут было сказано, не смотреть на тьму, а смотреть на свет. Повторюсь, это не означает, что эта тьма исчезнет сейчас навсегда. Я так думаю, она исчезнет только тогда, когда Христос придет на эту землю, я когда-то об этом говорил. И это смертные преобразится в бессмертные, оттленные в нетленные. До того момента Павел говорит, что мы боремся, мы боремся, и эта борьба в первую очередь у нас с самими собой. Только если мы смотрим на свет, этого света становится больше, и тьма не может так сильно проявляться. Но как только мы перестаем смотреть на свет, эта тьма сразу отдает о себе знать. Она сразу стремится вылезти наверх. Потому что кроме того, что Бог борется за нашу с вами жизнь. Дьявол тоже старается влезть любыми путями в эту жизнь для того, чтобы проявить себя в полной мере. Мне бы очень хотелось, чтобы этой борьбы не было. Но к сожалению, в жизни оно не так. И сейчас главное, что я хотел бы сказать, опускать, мы никогда не должны опускать рук. Даже если что-то произошло в этот момент по-другому, не так, как мы хотели. Даже если вылетело не то слово, которое должно было вылететь из наших уст. Не ищите оправдания. Просите прощения. Просите прощения у людей, в адрес которых это слово вырвалось. Или у Бога, потому что бывает так, что я ни на кого не злюсь, сам на себя злюсь в каких-то обстоятельствах и могу на себя или себя обозвать таким словцом, что лучше бы это никто не слышал. Но это я не о себе, я же пастор. Тогда приходится просить прощения у Бога за то, что люди не слышали. Но самое главное, чтобы мы не искали оправдания, а просили прощения. Потому что когда мы просим прощения, есть шанс, что Бог начинает теперь в этот момент обновление. Ведь я у кого прошу прощения? У Бога. Значит, куда смотрю? На свет. А если смотрю на свет, то что происходит внутри меня? Свет начинает меня наполнять. Я уверен, что победа возможна. Я уверен, что борьба не прекратится до второго пришествия Иисуса Христа. Но уверен, что победа возможна. Да, может, не так сразу. Да, может, не окончательно, прям на сто процентов. Но как в той притче, помните, где сказано, что внутри каждого человека живут два волка. И они постоянно между собою воюют и побеждать будет тот волк, которого мы кормим. Если мы будем кормить доброе, то оно и будет у нас развиваться и расти. И повторюсь, и даже если дети поведут себя неподобающим образом, даже если жена пересолит вам суп или еще что-то там произойдет. Даже если ваши работники, они некачественно выполнят работу, и вы за это получите по шапке, как говорят. Даже в таких критических обстоятельствах с ваших уст не сорвутся нецензурные слова или грубая речь. Бог даст вам правильные слова, как объяснить детям или людям или жене или самому себе, что вести себя надо в этих обстоятельствах по-другому. И это будет победа за победой, которая все больше будет преобразовывать нас из образа в образ до славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Пускай Бог подарит эту победу каждому из нас. И чтобы хранилище нашего сердца наполнялось только светом. Давайте мы помолимся об этом. Боже наш, мы так благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Потому что понимаем, что никто из нас не может рассчитывать на это по собственной воле и по собственным достижениям. мы не достойны Господи сегодня называться детьми Твоими по своим заслугам. Но мы называемся детьми Твоими по Твоей милости и любви. Я благодарен Господи за то, что Ты сегодня принимаешь каждого. Каждого, кто приходит к Тебе. Ты не отвергаешь. Я вижу Господи как Ты даришь победу нам в нашей жизни над нашими привычками какими-то плохими качествами. Я вижу Господи как эта победа проявляет себя. Но я прошу Господи чтобы она проявлялась еще в большей мере. Помоги чтобы Господи мы никогда не останавливались на этом пути по направлению к Тебе. Чтобы мы никогда не искали оправдания нашим ошибкам или нашим падениям. Даруй нам силы Господи всегда осознавать эти промахи. Подниматься и дальше идти к Тебе. Я прошу Тебя за каждую семью, за каждого мужа, за каждую жену, папу, маму, за детей, за молодежь Господи. Будь близок и силен в каждом из нас. Молитва нашего Иисуса Христа Божия. Аминь. Аминь.